всем привет сейчас тематика будет про железо компа а не про акустику то что про акустику тут пока говорить не о чем так есть такая система охлаждения здоровенная он под и 5 все дела короче там сильно хорошо модифицированный кей на блок и дела я хочу вот она ногтва 15 зайдет своей очереди такая моделька с одним кульком короче может быть и два но с одним хуже конечно по идее на посмотреть так поставлю на три минуты тест может успею это сделать надеюсь по времени записи хочу в минуту ровно запустить там пока пойду дело делать погнали минутки 2 по на силу больше не нужно брать конкурс второй брать а вот он аренда нашел что искал чим маркер ну в 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 Ну и будем смотреть, как будет делиться, разница веса. Я думаю, градусов 15 минимум будет разница. Вода еще забитая пылью, я показывал. Там чистить надо в идеале, а потом как бы это. Ну, можно на ногтву хотя бы снять результат. Сейчас я такие сниму, с пылью, грубо говоря. И посижу потом на ногтву пару дней, посмотрим, как это будет вообще, что это из себя будет представлять. А потом я почищу эту штуку и уже поставлю обратно, и посмотрим, что это будет тоже. Как это, что это точно такое. Ну, здесь темпы пугающие. 87, серединка горячая. А, нет, это же производительные ядра, это точно, я забыл. Это на том процентном, немножко там по-другому здесь-то оно. Ну, две минуты почти прошли, сейчас тормозну и запись отключу. Так, вот наши темпы, в принципе. Такие вот. Так, вот оно валяется. Вот здесь все установлено. Ритма октября. Включил так ее, чтобы при 75 градусах вентилятор работал на 100%. Хоть как-то, хоть какой-то эффект был. Конечно, это маловато, тут надо второй ставить. И он где-то валяется, просто такой обычный. Можно попробовать. Ну, мы попробуем, по крайней мере, так, как эта ногта поставляется именно в коробке. Посмотрим, что она, что-то и как. Так. Ну, думаю, будет жопа. Ограничил температуру в биосе пиковую до 105 градусов. Можно, поиги, было и меньше. Так, сейчас подождем тоже, хотя бы до 50. Так, оп. Мне просто интересно, насколько ногта-то по факту справляется с ним. Ну, честно говоря, что-то я сейчас смотрю на эти температуры. Я сразу скажу, что я не... Ну, как, в интернете я не интересовался, какие температуры у данного процессора с таким охладом. Потому что, ну, во-первых, зачем, когда есть сама ногта, плюс еще и охлад такой водянистый. Плюс... Что? Плюс... Там, ну, разные могут быть эффекты. Там, там, корпус открытый, корпус закрытый. Два вентилятора, три вентилятора, один вентилятор, один вентилятор нештатный. То есть, это очень тонкая вся штука. Не все это могут учесть, правильно подать, как бы, в интернете. И, как бы, данные могут быть, скажем так, немножко уже такие, короче. Не алло. Но я сразу сейчас вот скажу, вот я прям сразу скажу, что я ожидал, что будет 100+, реально. Но хитрость тут в том, что я тещу только прос. Но когда начнет работать в виде уха, а это 380, которая штука достаточно горячая, ситуация может, скажем так, измениться. Потому что в таком, да, режиме могут быть. Ну, и вот сейчас я на все это смотрю, как бы, я понимаю, что... Вот эти все шланги, вот эти все радиаторы. У меня был один раз заскок. Короче, температура буквально копеечная. То есть, разница, ну, 5-7 градусов. Оно точно того не стоит. Во-первых, чтобы даже сидеть вот с этим вот нагромождением. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Если установить больше вентиляторов, то есть, поснимать вот эти, которые на... на радиаторе, они более агрессивные, более дубабельные. То есть, на 1500 оборотах, допустим, тех же, они будут дуть уже сильнее, чем эта Noctua. Очень ощутимо сильнее. Очень. И... Ну, тест вот у нас уже идет. Сейчас я его остановлю, короче. Чтобы не мучить. Короче, получается, что... Получается, что... Помимо того, что я сейчас начал упрощать колонки, то есть, все это подпиливаться, упиливаться, это все будет убираться, выкидываться. То есть, там, куча всяких дел. В факте, можно избавиться, в принципе, от этой воды. Не полностью, а хотя бы просто до состояния, как говорится, до ближайшего шкафа. Куда это все засунуть. И все, то есть. Потому что, как я уже вижу, эффекта никакого, скажем так, типа мега-мега нет. То есть, это именно стресс-тест. И... Разница буквально, там, 5-7 градусов. Это при том, что Noctua стоит один вентилятор. И термопасту я не перемазал. Там, как... Было, что на самой ногте, а что на самом процессе, я еще на саму ногту добавил, как бы, две капельки и поставил. То есть... Даже при таком, при таком, вот, как бы, говне, получается, что вот так. Но, опять же, что я могу сказать. Вода забита... В ее разница может быть максимум, короче, получается, градусов до 10. То есть... Нужна ли кастомная вода, допустим... Она как бы нужна. Но... Она нужна, если вы... Экстремал. Мамкин. Или вы уже не мамкин. Ну, в любом случае, как бы, да. Сделать вывод можно теперь уже конкретно. То есть, вот, как говорим, вампруфы. То есть... Ну, да. Вот, единственное, что... С видюхой... Нагрев, конечно, изменится. То есть, если нагрузить видюху, то с ногту в ногту она немножко начнет, скажем так, подсирать. Единственный момент, что я, во-первых, неправильно ее установил. Я надо перевернуть вот так, чтобы она, типа, от видюхи была подальше. Это первое. Второе. Это, да. Это, короче, завтра я еще, скорее всего, буду... Это, как вам... Как это называется? Снимать эту всю залупу все-таки. Как показывает практика, бесполезно абсолютно. Это кастомная вода. Я с ней 6-7 год. Я, честно говоря, просто заигрался. И всему этому надо ставить уже, как бы, конец. Это все бесполезно. Это все бесполезно. Продолжение следует...